Сейчас здесь совсем немноголюдно, но буквально через пару месяцев жизнь на дачных участках закипит. Люди будут готовиться к новому летнему сезону. Но вот только в этом году понятие дачи из правовой практики исключили. Мы решили выяснить, как это отразится на жизни самих садоводов и огородников. Суть нововведения состоит в том, что на садовых участках теперь можно будет без специальных дополнительных процедур строить некапитальные постройки. Среди которых летние кухни, оранжереи, садовые домики, теплицы, времянки, сараи, сауны, обзорно-разборные конструкции, колодцы, хозяйственные постройки без фундамента. Появилась возможность постройки капитальных строений и фундаментальных домов и получения в них прописки. Вот только для этого необходимо будет получить разрешение на строительство. Раньше этого не было. Также законодательно отменили все вступительные, поевые и дополнительные взносы в садовое товарищество. По закону обязательной остается только оплата членских и целевых взносов. Планы поменять законодательство в данной сфере появились у федеральных парламентариев еще в 2017 году. Причиной стали частые споры и недочеты, связанные с работой садоводческих товариществ, которые в конечном счете создали благоприятные условия для всевозможных махинаций со сборами и недвижимостью. Но, казалось бы, более лояльные условия самих дачников не радуют, а наоборот, настораживают. Нет, я вообще не радуюсь этому закону. Почему? Ну, представляете, вот дополнительные. Мы тут трудимся, мы там даже рабочих нанимаем, стараемся, вот приезжих, допустим, чтобы работали. Участок большой, сами не справляемся с ответственностью. То, что мы выросли, мы это все должны продать. Только потому, что мы сами не осилим и не съедим. Ну, вот мы стараемся, чтобы на кусок хлеба заработать. Ну, как мы тут на кусок хлеба заработаем с ними? Мария Акимова выращивает на своем участке картофель, лук, свеклу, помидоры и огурцы. Список на этом не заканчивается. Потом собранный урожай Мария продает на рынке. Она уверена, что все не так просто. И права садоводов соблюдены не будут. Дополнительно еще нужно будет государству отстегивать деньги, так скажем. В интернете я читала, что выходят новые вот эти законы. Даже если пойдете с леса, соберете грибы, там вот и то, что с леса собрано, вот то, что само по себе. Даже на них какую-то часть процента придется отстегивать. На сегодняшний день в дачных хозяйствах трудится порядка 60 миллионов человек по всей России. А это, по сути, половина населения страны. Огородные и садовые товарищества планируются образовывать из земельных участков сельхозназначения, а также населенных пунктов. Некоммерческие объединения, которые уже созданы, могут не реорганизовываться. Конечно, самим садоводам можно посоветовать внимательно изучить закон, который находится в широком доступе, и понять, где права, а где обязанности. Но насколько рабочим окажется новое законодательство, покажет только время, которое все расставит на свои места. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город».